Особенно пострадал он во время войны. На фотографии 1944 года видно, как пролом от бомбы замаскировали фанерой, на которой нарисовали окна. Музыка вернулась в дом Ангельгарта лишь спустя век. В 1949 году был торжественно открыт новый камерный зал тогда Ленинградской филармонии. В честь его открытия выступили квартеты имени Глазунова, Святослав Рихтер и Нина Дерлиак, трио в составе Давида Ойстраха, Льва Аборина и Сергея Кнушевицкого. Вспоминая те времена, я могу сказать такие эпизоды в жизни, которые запоминаются на всю жизнь. Тогда было принято дарить билеты на посещение филармонии, малого зала. И вот когда-то в мой день рождения, это было 13 сентября 1972 года, мне подарили такой билет. Слушал я тогда с Новислава Нигауза, он играл с Крябина. Вы понимаете, такие моменты оставляют впечатление на всю жизнь. Поскольку я вообще представитель очень точных наук, для меня музыка это что-то настолько возвышенное, настолько парящее над всем земным, я бы сказал материальным, и я совершенно перерождаюсь, когда я слушаю музыку внутренне. И в этот момент это вот то искусство, которое творится на ваших глазах, тут же рождается, тут же развивается, в отличие от всех других искусств. Я даже честно признаюсь, не знаю на какой линейке до находится. Но... Но...